Ну что же, всем привет, с вами GKey, мы возвращаемся к серии GTA, и у нас сейчас GTA 3. Та самая, с которой началась, по сути, история 3D-серии, ну точнее, которая положила начало, да, 3D-серии GTA. Уступительная какая-то сцена, которая стала одной из культовых. Ну и наш главный герой, соответственно, и главный антагонист, сразу же, Каталина. Мы с ней еще встретимся в прошлом, если можно так выразить. Связи якутзой полиции, Уиджи Гаттериэль, что типа я владелец ночного клуба, а не Света Ньор. И что-то там еще было, пара... Что-то там про... Ну да, слушайте, слушайте, из новостей отрывок. Нападение на полиции с конвою утром. Никто не взял на себя ответственность. Куда-то в тюрьму, короче. Причем я не знаю, где на самом деле тюрьма находится в Порт-Онде, потому что, учитывая, что их туда везли. Из-за первоначального выпадения последовал взрыв. Было сложно оценить, кто был внутри, потому что напали хакеры на... ...дату... ...центра датабейса. Короче, напали хакеры, да. Интересно, что да, в машинах нет водителей. Конечно, забавное начало игры. Вторая реплика сразу же, по сути. Там сидит три... ...трое заключенных. Один из них. Но вывели вот этого старого азиатского джентльмена. Ох уж этот картель. Кстати говоря, мы его потом еще встретим в игре. Да гораздо, гораздо позже. Ну не под конец, конечно, но все же. А вот и взрывчатка. Интересный эффект, на самом деле. Достаточно забавно это все выглядело. Вот. И... О! Мы стоим, правда, как-то по разной стороне друг от друга. Ну, типа, кто-то выше, кто-то ниже. Ну да ладно. Откуда-то Sentinel взялся. Причем Sentinel, типа... Так, пошли садиться. Причем Sentinel со спойлером. Блин, сейчас. Я просто хочу показать его, потому что это реально... Ой, ой, тихо, тихо. Полиция вам приехала. Потому что у него... Он синий. Сзади у него... Покрыто... Короче, ладно, хрен с ним. Поехали дальше. Я и так машину уже... Растолбал. Да, пока едем... Ой. Я расскажу немножко про... Деление, скажем так. На части всего у нас будет семь частей. Не в плане семь видео, а в плане игры разделена на семь частей. Первая часть называется «Шестерка Леона», потому что мы выполнять будем задания для семьи Леоны. Потом вторая часть «Телефонные мошенники», потому что там мелкие всякие бандиты, для которых мы будем выполнять задания по таксофонам. Ну, или таксофонам можно назвать просто, как тут хотите, на самом деле. А мы в это время приехали в убежище наше. Да, как раз сходим переодеться. Все побежали внутрь. Нам рассказывают... Прошу прощения, основные механики игры. Про сохранение, про... Гараж. Рейд Вол приглашает нас к Уиджик Крас, который будет нашим пропуском в семье Леона. Вот. Третья часть. Верхушка Леона, потому что мы выполняем задания для... Ну, скажем так, боссов Леона. Ну, Капо и босса. Да, логично. Вот. Тут, кстати, можно видеть Савватор, где он сзади всех. Тут мы перемещаемся на следующий остров. Четвертая часть заключается в работе на Якудзу. Пятая. Мы будем взаимодействовать с полицейским и с бизнесменом. Разные люди, да. Шестая часть. Это, кажется, снова с телефонами связанная. И седьмая часть. Финал. Разборка с картелем. Потому что картолина... Видели у нас там... Ну, были в картелем, по сути. А вот и у Лиджи Гатерели. На переднем плане. На заднем плане Микки. Его телохранитель. Вот. Постараемся выполнить все задания для Луиджи и уложиться еще и в 20 минут. Потому что я искренне надеюсь, что видосы будут получаться по GTA примерно минут по 20, не больше. Так, давайте возьмем нашу верную Куруму. Так. И забьем. Да, видите, у нас уже 6 баксов. Если раньше в игре во второй GTA-шке, в первой, ну, короче, в 2D-сериях начислялись очки за то, что мы там аварии какие-то врезаемся и так далее. То есть сейчас очки забились на деньги и теперь если мы что-то врезаемся... Вот сейчас давайте... Видите, 3 бакса получили. Мы получаем денежки. Таким образом можно убить достаточно много денег, просто устраивая хаос по городу, что достаточно прикольно. В Stories, например, заменили это все рейтингом новостного внимания, как-то так. А мы тем временем получаем свой первый заработок 1500 баксов. Вот. Я, конечно, не спидрайнер, но надеюсь, что... Мы, короче, сможем... Достаточно много получить всего. В плане... Быстро пройти, я хочу сказать. Гениальнейший диалог, я считаю. К слову про Спанк, это будет основной... основной линией сюжета, потому что он будет просто красной нитью пройдет сквозь сюжет. Вот. Тем временем, Луиджи просит нас убрать дилера, который этот Спанк распространяет. Вот. Давайте заберем биту. Она потом, конечно, спауниться будет у нашего дома, но пусть будет сейчас. Вот. Суть в том, что да, пусть убрать дилера и угнать его в машину, чтобы можно было, скажем так, компенсировать ущерб, нанесенный его деятельностью. К простому отжать тачку. О, бешеный водитель, такой же, как я. Так, главное взять девочек. Ну, я считаю, что я справился с задачей, не садить девочек. Садимся в машину. Главное не повредить ее, ну да ладно. Жалко, что камера, конечно, не крутится, потому что неудобно, допустим, за тот же угол заглядывать на машине, но это ладно. Это мелочи. Я почему выбрал, кстати, именно оригинальную GTA 3? Во-первых, она мне кажется очень сложной, сама GTA 3, она очень сложная. Вот. Ну, не все миссии, но, ну, типа, большинство, или даже я бы сказал, что перестрелки какие-то проводятся, что, короче, определенные моменты в игре, они очень сложные. Слово про Paint Spray, например, тут стоимость составляла 1000 рублей, да, 1000 баксов, в то время как в последующих играх стоимость снизили до 100, что не может не радовать. Но, с другой стороны, тут достаточно большие выплаты от боссов, поэтому, в общем, это логично, да. Тем временем мы выполнили еще одно задание, по сути. Все, да? Супер. Получили аж 4000. Как бежать, я не понимаю, почему мне не бежится. А, потому что на правый шифт бежать. Пипец. Интересно. Блин, нормальной машины не было, что ли? Ну, возьмем, что есть. Ух ты. Леона Сент у него была, ну фиг с ним. Вот. Я научусь на GTA 4 нажимать на X, чтобы отключить... Ой. Чтобы отключить радио, не понимаю, почему сейчас он не работает, ну ладно. Хм. Доверяет уже, раз остаётся без... Это... Ты охранитель, да? Ты охранитель, да? Не очень... Не очень понятно. Почему он... Почему он, например, не стал... Точнее, вы сейчас увидите, что в миссии, по сути, нет ничего такого опасного, о чём он предупреждал, потому что он сказал, что тебе это территория Диабло, а не так. На самом деле, типа, ну как-то пофиг. Типа, чья бы территория это ни была, на нас вообще не нападает первой миссии, но и абсолютно, типа, нет враждебных... А, левый, понятие, зачем используется. Нет враждебных панд. Вот в чём дело. Так, к слову, опять же, почему оригинальная версия, потому что она сложнее, нету чекпоинтов, которые, например, добавились в мобильной версии, которая посвящена десятилетию выхода игры, то есть 2011 год получается. Потом нету, как Definitive Edition трэша в плане графики и прочее, потому что до сих пор я считаю, что Definitive Edition нормально не доделано. Но это личное мое мнение, оно является, как бы, никому не навязываю и так далее. О, взятка, пережиток прошлого, потому что в оригинальной, ну, типа, в той же четвёртой, например, взяток уже нет. В современных, скажем так. Это пережиток прошлого и после сторисов взятки полностью исчезли, по сути. Ну, в целом, уже механика игры была переработана. Ну, это ладно. Так, Definitive Edition объяснил, почему. Почему на плойке, например, и так далее. Это тоже понятно, там, Definitive. Вот. Ну, и я хотел войсить, и, на самом деле, Definitive, а третью гэтажку на планшете. Но, как я сказал, это уже... С Луиджи работал Карл Джонсон по его рассказу. Так что... Да. К слову, у нас в доступе миссии Джоуи. Звонит вот таксофон, видите, как он трясёт, Саша. Это задание от Марти Чонкса. Они не подсвечиваются на карте, они секретными, по сути, являются. Вот. Ну, и суть в том, что мы должны будем позже к ним прийти. Мы сначала закончим с Луиджи. В этой части, я искренне надеюсь. Потом будет задание от Джоуи, и, наконец, после этого мы сможем перейти к заданиям от Марти Чонкса и ещё одного чувака, который звонит, будет по телефону. Но сначала нужно с Луиджи закончить. Что-то у Луиджи прямо-то... У него голос прямо такой прорезался, звонкий резкий. Да-да, я знаю, где амунаться. О! А вот наша цель, судя по всему. Интересно, они, на самом деле, ввели её в том плане, что... Да я еду-еду, убираю машину. Надо взять пистолет. Тихо. Это асперанта, да? К слову, опа. А вот и пистолетик. А, ну тут прицел уже есть, поэтому... Ой. Я не специально. Вроде все вышли. Вот, прицел уже есть, просто не надо самому прицеливаться в этом плане. Тихо. Блин, надеюсь, что они выйдут из машины. Ой. Тихо, 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 тихо. Ну, они сами виноваты. Но машину их жалко. У них машина не пострадала. Так. Давай отодвинем машину, и я хочу сесть, потому что в их машину. Вот, супер. Плюс, кого я задавил, у него дробовик есть. Да. Так что мы получили дополнительные очки, так сказать, за это всё. А машина не взорвалась, это круто. А ещё мне нравится этот патриот, поэтому я хочу его взять. Плюс нам понадобится сейчас машина с наибольшим количеством... Вот первая звезда зато в нашей игре. Нам понадобится машина с наибольшим количеством возможных мест. В идеале можно было взять, конечно, автобус. Но я не такой извращенец, поэтому обойдёмся патриотом. Тем более, патриот очень даже неплохая машина. Типа идеальная для этой миссии, я считаю. Хотя идеальный такси, наверное, был, потому что нам нужно быстрее машину. Называется Фузбал. Вот. И это последняя миссия на сегодня. Как раз закончим развозом девочек Уиджи. В... Да, поицейский балл. И они будут looking for some old school action. Вот. Суть в том, что... Если не ошибаюсь... Если не ошибаюсь, с Definitive Edition напойки, то, я же, например, не знаю просто как там с ПК, Достижения есть Где надо Всех девочек Отвести за За один раз Всего 8 девочек на улице У нас в машине вмещается только трое Как вы понимаете А надо 8 за раз На это способен только один транспорт в игре Это автобус Поэтому я начинаю специально С краев карты защищать Просто чтобы, ну это удобнее Полицейские конечно умеют подсорить вовремя Потому что если я забираю с концов Мне не придется сюда возвращаться потом То есть я лучше потрачу больше времени сейчас Когда у меня его еще много Чем буду в конце волноваться И тратить типа Блин, не успеваю Главное не перернуться О, идеально получилось заскочить Так, садись Последняя девчонка осталась Все, супер Везем их теперь На сам бал О, слева находится Банше Одна из самых быстрых машин На этой части Короче На этом острове Вот так правильно сказать Потому что нас ждет 3 острова Ждет 3 острова Вот Так, нам нужно срезать куда-то Сюда Вот И мы только на первом К слову, уже полторы минуты Из 5 прошло И миссия не завершится Пока не привезем 4 девочек Если не ошибаюсь Либо Время выйдет Типа Либо я привожу быстро девочек Либо время выходит Я поеду туда подальше Сейчас Потом проеду Через нижнюю девочку Которая находится Прямо рядом с балом И нормально будет Вообще в игре Еще есть дополнительное Как бы задание Что логично Так, сначала Я это подберу Нам ближе Вот Но выполнять их на видео Не факт, что я буду Потому что Ну, типа Не то, что они сложные Вот Но Органично их вписать Будет сложновато Пример Вот прям рядом здесь Есть Задание с игрушечной машинкой Вот там право Про Огду Вот там Вот там сзади остался уже Вот Я говорю Органично их вписать Будет сложновато Поэтому Нафиг его знает Да Машинка Ну, точнее Игра немножко тормозит Но это ладно Это правда Куда-то не сюда Я поехал, да? Да, не сюда Закрыта Пешеходная зона Не знаю Зачем она подтормаживает Потому что Ну, кому Это GTA 3 2001 года игра На железе Которая тянет Пятую GTA Не, конечно Не в ультра Но Нормальная Хорошая графика Вот Даже странновато Так Слава богу У нас Да, внедорожник Все, ок Как я говорю Я хотел на планшете Проходить ее Но, к сожалению С планшетом Проблема в том Что он звук Не то, что Не очень хорошо записывает Но Определенные Трудности в этом Есть, конечно В любом случае Мы только что Выполнили По сути Задание для Луиджи Ну, я считаю Уже выполнено Потому что Ну, блин Подорвать еще одну Девочку И довезти их Что в этом Сложного Скажите, пожалуйста Тем более У нас полторы минуты Осталось Это ни о чем Я привезу Когда на таймер Будет еще больше Минуты Я вам отвечаю Смотрите Как говорится У нас за 20 секунд Тут только это Довести за 20 секунд Я не профессиональный Таксист Но, блин Знаю некоторые срезы В данном случае Срезы нам не понадобились Мы привезли Прям идеально Минута 0.5 Супер 8 девочек Привезено Потому что 3-3-2 Да, 8 В любом случае Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь Ставьте лайки С вами был Джекей И увидимся Опа Смотрите, что могу Они закрылись Увидимся В новых роликах ОГТА 3 До скорых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok